Двухлетний Марат с бабушкой часто приходят в парк на прогулку. Почти каждый день наблюдают за реконструкцией. То, что они делают дорожки, это уже хорошо. И будут лавочки, это еще будет плюс. Но если там что-то будет для детей, я не знаю. Ну, в принципе, этой площадки достаточно для детей. Сейчас подрядчики демонтируют старое асфальтное покрытие, обустраивают пешеходные дорожки и готовят карманы для лавочек. Обещают установить и новый спортивный комплекс с тренажерами. Работают строители оперативно, несмотря на жару. Говорят, на то, чтобы выложить плиткой участок размером с детскую площадку, нужно всего два дня. Жалеют, подходят, говорят, что жарко, вылаживают. Ну, а что, для города надо это делать. Скоро и день города. На очереди озеленение парка. Здесь обещают обустроить газоны и высадить десятки видов растений. В рамках реконструкции приведут в порядок и старый самолет. Последний раз памятник красили в 2009 году некачественной краской. Внимать старую покраску и обновлять его будут. Чтобы он был, имел внешний вид намного лучше, чем сейчас. Но это все будет делаться, если не сегодня, то завтра. Но к открытию он будет обязательно сделано. Жители Мариуполя ждут, что подрядчики приведут в порядок и детскую площадку. Ее установили в парке три года назад. За это время хулиганы успели ее испортить. Окончить реконструкцию парка Победы планируют ко дню города. Екатерина Павлова, Панорама.